Дорогие друзья, всем привет! Я специально записываю этот ролик после того, когда закончился режим бой с боссом, дабы не давать лишнего повода пойти и повторять данную тему. Когда я показал, как можно играть в режиме бой с боссом без билетов, разработчики немного на это сагрились и не одобрили данную движуху и говорили, что будут наказывать тех, кто багаюзит, не злоупотребляйте багом. Я конечно немножко удивился, я не думал, что это небезопасно, хотя в правилах это прописано, что нельзя злоупотреблять багами, но в любом случае это же косяк не за вами, да, это косяк за разрабами, но да ладно, благо все обошлось без жертв и вот данную тему как бы я тоже показывал со спраутом, но лишний раз я не хотел записывать. Ребята, вот давайте так, прежде чем перейдем к теме ролика, вы напишите в комментариях, какой уровень безумия вы прошли и каким персонажем, какой прокачки. Вот напишите сейчас, какой уровень безумия. Написали? Ну а теперь усаживайтесь поудобнее, я вам сейчас покажу рекорд, надеюсь, которого вы еще не видели. Итак, все готовы? Приступаем. Итак, дорогие друзья, прежде чем вы начнете смотреть, поставьте лайк и подпишитесь за старание Анриела. У него все персонажи первого уровня. Это уже записанный ролик, это не я играю. Анриел со мной в Дискорде, привет, Деня, Денис, Денчик. Йоу, здорово. Ты говори погромче, а то может тебя плохо будет слышно. Итак, друзья, я быстренько у вас введу курс дела, но по ходу видеоролика мы будем общаться с Денисом. Он первым уровнем прошел полностью безумие. Какого уровня? 16-го. Вот, он показал профиль, он показал профиль, он показал уровни персонажей. Ребятки, еще раз я вас хочу... Подождите, давайте я покажу. Вот, смотрите. Вы видите, что там написано? Вы видели, что там написано? Ну вы даете. И что там было в конце? Да, ну вы даете, типа, ребята, молодцы. Ну вы даете, ребята, молодцы. То есть он прошел все уровни, все уровни в режиме с бой с боссом, да? Да, да. И самое интересное, что если дальше пытаться нажать пойти в бой, то тебе не будет давать, типа, писать, что вы, типа, все прошли и дальше нельзя играть. Типа, вы все прошли и дальше нельзя играть? Да, да, дальше не дает играть. Короче, я для чего попросил у вас написать в комментариях, какой у вас уровень и какой вы прошли уровень бой с боссом. Потому что многие, я видел, стримеры, ютуберы пытались пройти все безумия, но при этом они фуловые были, да? Да. И многие не прошли, да, есть, которые осилили, да, скиллы, но многие не прошли. Unreal умудрился первым уровнем, да, с командой фуловиков, да, с командой фуловая, но при этом умудрился первым уровнем. Вы не представляете, насколько это сложно. Денис, объясни, пожалуйста, как это все происходило, тактику, насколько это сложно, потому что, ну, ты это прочувствовал однозначно больше, чем я сейчас расскажу. Все те карты в руки, мы тебя послушаем. Да, смотри, да, самое интересное, что я использовал несколько тактик, я сначала пробовал тему со спраутом и проходил примерно до 9-8 безумия, но после этого стало очень сложно. Давай сразу обозначим, есть две темы. Первая со спраутом, которую я показывал, зажимаем босса в углу. И вторая тема какая? Вторая тема, когда Прима закидывает в воду. В озеро, то есть, Эль Прима гаджетом закидывает робота в озеро, и он ничего не делает, да, не кастует? Да, да, и он ничего не может сделать, так как и со спраутом. Окей, окей, казалось бы, да, ну так а что его проходить? Ну нет, ну нет, объясни, почему сложно. Со спраутом сложно, так как он стоит в стенке, и постоянно нужно отходить. И по краям спамнятся роботы, и это часто мешает убивать его, собирать банки. Вот, ракеты, когда подряд много ракет летит, а их там, может, порядка 108 подряд летит, просто. Даже не будешь успевать ухудеть. Вот, и когда возле стенки, это очень сложно. Вокруг озера можно еще ходить там, отходить, приходить, и это еще будет помогать. Поэтому после Восьмого Безумия я уже выбрал новую тактику, уже пробовал по ней играть. Ну ее аж многие использовали, да, не только ты? Да, да. А расскажи про свой пик, что у вас за пик, и почему именно такой? Нита, примат, и ты играешь за бита. Да, я пробовал много разных пиков. Но в основном это Нита, потому что у нее медведь шатун с пассивкой, которая очень быстро выносит. Плюс банки, которые падают с робота, и там просто сумасшедший урон по 2 тысячи, по 3 тысячи за одну тычку, а там тычка в миллисекунду. И постоянно он должен... То есть бит больше всего наносит урона, да, за первым уровнем? Нет, Нита, Нита. А, Нита, Нита, я понял. Это про Ниту. От прима задача закипать робота в воду в начале, и потом бегать, просто уничтожать робота вокруг, чтобы они не мешали Ниту. Вот. Нита собирает банки, как бы усиляет Митву и себя. Вот. От меня была задача просто там находиться, и как бы тоже помогать прима, сносить также перстанц. Ну, почему я выбрал бита, потому что он больше всего дамажил. Ну, я же говорю, он больше всего на первом уровне наносит урон. Итак, смотрите, смотрите, 53% они снесли. Сейчас бой, босс придет в ярость через 7 секунд. Это сейчас начнется дикое месиво, да? Да, да, и самое интересное, что роботы постоянно усиливались. Сначала слабенькие, потом больше хэпэ, больше хэпэ. И когда уже у них по 10 тысяч, по 15 там уже эти золотые идут. Это жесть. Там вообще ни прима, ни я уже не справлялись, и там только не помогла. А когда их там 10 стрелков и 10 бега так открылась. Это жесть. Как вы это сделали? Почему люди фуловые не смогли это сделать? Как вы сделали, что у тебя первый уровень, и вы затащили? В чем, ну, в чем тактика? Я имею ввиду, ну, почему другие не получалось? Чего у других не получалось? Ну, было разных много причин. Кстати, ты, давай обозначим по поводу, ты же с какого раза прошел? Ты долго мучился, да? Да, я проходил 4 дня, и последнюю тему, последнее безумие я проходил буквально 2 дня последние. 4 дня. Ну, это же с первого, да, ты начал? Да, да, я с первого начал, но первое буквально в первой жизни я начал. Я вам расскажу предысторию. Денис, это Unreal, он помогает мне с разными проектами. Он мне пишет, есть такая тема, я могу, давай пройдем безумие, бой с боссом полностью, первым уровнем. Я говорю, ты же понимаешь, что я это сделать, ну, физически не смогу никак, это невозможно для меня. Он говорит, так это будешь делать не ты. Говорю, а как тогда я запишу ролик? Он говорит, я сделаю видеоряд, запишу, тебе скину, а ты вместе со мной это покажешь и озвучишь. Посмотрите, ребята, что сейчас на карте происходит. Толпа роботов, 26% еще у босса, 26%. Как вы будете выигрывать это? Вот сейчас очень интересно стало. Я сейчас быстренько дорасскажу и продолжим смотреть. Я согласился, конечно же, потому что это очень интересный экспириенс. Первым уровнем, по-моему, еще никто не проходил все безумие, никто. Ну, я, я не, я не видел, я не видел, серьезно. Вот, и я, конечно же, согласился, мне интересно на это посмотреть. Но сейчас мы наблюдаем, кстати, за скором, потому что ты умер? Да, да, я сейчас умирал. Вот, блин. Короче, ее задача водить робот. Слушай, ну, если бы робот не забагался, вы бы никогда в жизни его не прошли, да? Ну, 100%, так не 100 бы не прошло. Никто и никогда не проходил, да? Нет. А зачем разработчики сделали такой сложный режим, что его невозможно пройти без бага? Проходили с Фитчей и с Карлом, когда у Карла не было кулдауна, и просто Пэм водила в стенку, стояла, а Карл бесконечно бил его. А-а-а, типа... Ух ты, е-мое, вы посмотрите, сколько роботов! Вот. На самом деле, также было два очень критических момента, где там просто ракеты... Все умерли, все бегут за Нитой, и у Ниты там 500 ТП буквально оставалось. Это на каком этапе? Сколько процентов у робота было? Честно, не помню. Ну, вот сейчас 17%, сейчас просто у Ниты 39 банок, ракеты фигачат, роботы за ней бегут, у нее 9000 ХП, ну, вроде отхиливается. Вот, смотрите! Офигеть просто, офигеть! От нас уже в конце сприма ничего не зависело, мы только так задерживали роботов, уходили в разные стороны. Офигеть, посмотрите, посмотрите, что происходит, 16% остается у робота, казалось бы, да? Но роботов все больше и больше становится, то тут уже практически... Ну, чтобы вы понимали, это, это пройден режим, я не знаю, вдвоем, да? Можешь так это назвать? Ну, от тебя тут вообще ничего не зависело, ты практически ничего тут не сделал. Да, я тебе больше скажу, в конце вообще и от прима ничего не зависело, то есть после 20% уже Нита там... Так, а кто зарешал? Кто зарешал? Кому респектовать? Нита. Нита? Скор? Это тот чел, который 2000 набить аппл? Да, да, это тот чел. Ребят, на него ссылка будет в описании, однозначно. Честно тебе скажу, что... Тихо, тихо! Секунду, 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 вот сейчас секундочку, 2900 у Ниты, 2900 у Ниты! 13%! Вы видели, она чуть не умерла! Если бы она умерла, вы бы не прошли, да? Да, да. Посмотрите, посмотрите! Все, резнул сам примат, увел толпу, и Нита пошла, короче, опять дальше водить. 13% еще у робота, офигеть просто! Ну говори, что ты там хотел сказать, просто, блин, очень классный момент. Да, да, и вот эта тема, вот, на самом деле, все зависело от всех, буквально от каждого движения. Там, если бы Прима не увел, все бы на Ниту опять побежало. Но, конечно, 90% игры, это, конечно, была Нита там. Ну, конечно, у нее 42 банки. Ну, зато 42 банки, да, там урон смешедший. Интересно. 13% до сих пор у робота. Вот. Про попыток было просто миллион, я более 200 билетов потратил на это все. Сколько потратил билетов? Более 200, 200 плюс билетов. Ты не пользовался возможностью бесплатных билетов? Нет, а бесплатные билеты после того, как билеты заканчиваются, у меня их больше 300. А, ну тебе хватало билетов попросту, да? Да, да, ну это вот одна из причин, почему тогда раньше, когда... Вот, вот, Нита подошла к роботу и сейчас наносит урон с Мишкой. Снесла всего лишь 2%, 1, 10%, о, нет, смотрите, уже 9% у робота. Но при этом, посмотрите, как сложно, просто скоро роботы заполонят всю карту. Я вам скажу честно, ребят, я просто вообще не в курсе за вот эти безумия, я их никогда не проходил. Я не знаю тактик, я не знаю, как это работает, насколько это сложно. Но я вот сейчас смотрю, это действительно сложно. Вы посмотрите, 6%, и всегда люди бомбили, когда остается там 1-2%, реально, там уже, ну, невозможно просто, все, уже роботы догоняют, да? Да-да, и у нас самое смешное, что в таких моментах было просто миллион. 10, 15, 20 каток, где там 7%, а в 17 оставалось, и просто тебя рвет на части от того, что... Да, мне Unreal скидывал, где... Мне Unreal скидывал, где у них оставалось 18% у робота. 2%! И так, тихо! 2%! У него осталось 50 тысяч хп! 50 тысяч хп! Посмотрите, сколько бегает роботом! Итак, и так, Unreal, Unreal решил завершить катку, подбегает, наносит урон, но... Умирает. На самом деле, Unreal, Unreal все равно, хоть и здесь мало чего сделал, но, безусловно, он... Все, что от него зависело, он старался. Итак, смотрите, 1% у робота остается, и... Они вот добивают, добивают Unreal, Скор и Ангаш, или Ангуш, как правильно? Ингуш. Ингуш. 16-е безумие, да? Да-да. 16-е безумие, они прошли втроем. Это не просто пройденное безумие, я еще раз вам привожу пример. У него первый уровень, команда из человека, первый уровень и два десятых. Чтобы команда была всей из первых уровней, конечно же, вы такого вряд ли когда увидите, если новый баг не придумают. Тем не менее, у Unreal, где на аккаунте ни одного персонажа нету фулового, у него все персы первый уровень, он полностью прошел все безумие. У него на аккаунте такая ачивка есть. И это... Это топ. Я тебя с этим поздравляю, Денис. Крутой получился ролик, мне очень понравилось за этим смотреть. Я хоть посмотрел, как пройденное... Как это пройти безумие. Но это жестко. Респект парням передавай. Я оставлю все ссылки на кого там... Кто захочет, на... Ну, команде. Из команды, кто захочет пиарчик, там я оставлю ссылки. Поддержите их. На этом буду завершать. Что ты хочешь, что-то в завершении добавить? Да, ребята, я хотел вам сказать, что, в принципе, скоро еще будет такая тема. Если не пофиксят, пробуйте. Это интересно очень. Это опыт. Я думаю, пофиксят. Не расстраивайтесь. Да, это тоже как ачивочка. Надеюсь, скоро будет новый баг. Как раз на последний режим, который у меня остался не пройден. Это бой с боссом, где один человек за босс играет, еще пять против него. Может, этот баг тоже будет какой-то 8 минут сделать. Там тоже очень интересная тема. Так что, если хотите, обязательно ставьте лайк. Я буду пробовать. Обязательно, ребята, ставьте лайки, чтобы Unreal делал новые рекорды и, естественно, побеждал. Вам всего хорошего. Спасибо вам за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Удивились ли вы, что первый уровень прошел безумие 16. Ну и до новых встреч. Всем удачи. Всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok